Два дня три города 70 километров. Олимпийский огонь через Ростовскую область пронесут 400 факелоносцев. Кладбище Раздора. Район Ростовского моря протестует против открытия там новой площадки для захоронений. Сочи говорит им да. Волонтеры из Ростовской области отправились в Олимпийскую деревню. Эстафета Олимпийского огня добралась до Ростовской области. Утром вторника символ игр прибыл в Новочеркасск. От триумфальной арки факел пронесли через центр города и отправили в шахты. А в Ростове эстафета и праздничные мероприятия будут длиться всю среду. На этот день мэрия рекомендует жителям Донской столицы отказаться от использования личного автотранспорта и не парковать свои автомобили на улицах, по которым будет проходить путь факелоносцев. Вместе с Олимпийским огнем в Ростов придет и непогода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня Донской регион будет находиться под воздействием циклона и атмосферных фронтов. Как следствие, осадки в виде снега, переходящего в мокрый, а затем в дождь. Сотрудники МЧС просят водителей быть предельно внимательными за рулем. Ожидается ветер переменных направлений до 20 метров в секунду, метель и ухудшение видимости до двух километров. На дорогах гололед, возможны снежные заносы. По данным гидрометцентра, этой ночью температура опустится до 20 мороза. Однако уже в четверг столбики термометров покажут минус 6 и даже ноль. В правительстве Ростовской области продолжаются кадровые перестановки. Дживан Вартанян, который занимал пост министра транспорта, переведен на другую должность. На какую именно, пока не сообщается. В начале года свои посты также покинули замгубернатора Виктор Гончаров и министр внутренней и информационной политики области Андрей Буров. На 360 гектарах северного кладбища Ростова, самого большого в Европе, больше не осталось места для захоронений. Об этом власти города заявили в прошлом году и назвали место новой площадки, район декоративной культуры, что за Ростовским морем. На данный момент мы едем по черте города. Путь домой Анастасии Андреевой лежит через границу Донской столицы и Оксайского района. Семья третий год живет в доме вблизи Ростовского моря. В 2013 по тихому поселку прокатилась новость. Неподалеку откроется новое кладбище. Против неприятного соседства жители собрали 2000 подписей и отправили десятки обращений. В общем-то дошли мы уже до президента. Но постановление Ростовской администрации никто и не думал отменять. Будущее кладбище окружают жилые дома и дачи. Три коттеджных поселка с северной стороны, садоводческое товарищество «Космос» с западом, с юго-востока поселок «Луч» и строящиеся декоративные культуры. Рукой подать до ближайшего водоема. Получается, что от него они отступают положенных по санпинам 300 метров. Это опять нарушает просто санитарные нормы. Но в любом случае, то есть эту зону объявили парковой. Но, честно говоря, гулять среди могил со своими детьми ни мне, ни кому бы то ни было не захочется. Жители района дружно протестуют. Говорят, лучше бы построили школу, детсад или больницу. На всей территории со статтысячным населением учебных и медучреждений нет. Ближайшие или за 35 километров в Оксайе, или в Чкаловском районе Ростова. Но, собственно говоря, они нас совершенно здесь не ждут, потому что после прописки мы принадлежим к Оксаю. Я туда еду, в общем-то, час. А вот кладбище планируют построить совсем рядом. Большинство опрошенных в официальной группе «Ростов Лайв ВКонтакте» категорически против. Более 50% респондентов считают, что ростовчане не должны видеть из своих окон кладбищенский пейзаж. Власти говорят, что все документы на его открытие в порядке и даже прошли проверку прокуратуры в последние две недели. Хотя кладбище обещают сделать временным, ландшафт здешней территории оно изменит навсегда. Донские олимпийские волонтеры отправились в Сочи. Многочисленные тесты, изучение английского, ряд собеседований – все ради того, чтобы попасть на Олимпиаду. После испытаний Эльвира Анипко, как и все волонтеры, с нетерпением ждала письма счастья. С одной лишь фразой. «Сочи говорит вам «да». И с радостью просто согласилась поехать на игры». «А как же учеба?» «Учеба? Ну, учеба мы справились, закрыли сессию раньше. Пришлось, конечно, поднапрячься чуть-чуть. Ну, а что сделаешь? Ради такого события можно было и пропадеть, как говорится». Первая группа донских волонтеров отправилась в столицу игр еще в начале месяца. Тогда и сегодня их провожают всем городом. Замгубернатор Игорь Гуськов признается, на ближайший месяц с удовольствием сменил бы свой пост в Донском правительстве на волонтерский в Сочи. «Россия впервые за все время принимает зимнюю Олимпиаду и с большим удовольствием свою сегодняшнюю работу на месяц бы поменял на волонтерство в Сочи, если бы это было возможно. Честное слово». На Олимпийских играх будут заняты 460 человек из Ростовской области. Работать предстоит много, но важнейшие спортивные события посетить все-таки удастся. «Они будут работать в зонах высадки пассажиров, работать на транспортных стойках. Наши волонтеры работают практически на всех объектах. То есть минимум 5-7 человек есть. И будут помогать направлять людей». Всего же для работы в Сочи с января по март Оргкомитет игр привлечет 25 тысяч волонтеров.